Еженедельно глава района Роман Сенеговский проводит выездные рабочие планерки, на которых вместе со специалистами администрации решает проблемные вопросы, касающиеся самых разных отраслей, начиная от реализации краевых программ и заканчивая ремонтом объектов социальной сферы. Часть территории парка «40 лет победы» огорожена и закрыта для посещения. Там ведется масштабная реконструкция памятников воину-освободителю и герою Советского Союза Николаю Кудри. Также будет полностью отремонтирована стена памяти. Там заменят плитку, а со стороны улицы Школьная появится барельеф. Глава района пообщался с подрядчиками, обсудил детали ремонтных работ, а также сроки их выполнения. Реконструкция идет по плану. Проводится она за счет городского бюджета. Еще один важный социальный объект, который посетил глава района – дом купца Мазепы. Реконструкция исторического объекта вступила в завершающую стадию. Сейчас благоустраивается прилегающая к зданию территория. Ведется ремонт тротуара по улице Школьной. На участке от Ковтюха до Пионерской был проведен демонтаж старого покрытия. Сделано новое ливнеотведение. Сам тротуар будет выполнен в плиточном исполнении. Еще один важный социальный объект, который строится в нашем районе – это центр единоборств. Расположен он на городском стадионе. После завершения строительства это будет современный комплекс с тремя коврами. Всего на территории края возводится пять таких центров. Строятся они по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта. Славянский район – активный участник краевых и федеральных программ, благодаря которым только в этом году в муниципалитете появится пять новых благоустроенных территорий. Парки строятся в Анастасиевском, Кировском, Забойском, Петровском и Черноярковском сельских поселениях. В Анастасиевском сельском поселении строительные работы вступили в завершающую стадию. Сейчас в парке выполняется укладка плитки на прогулочных дорожках, подготовлена площадка для обустройства парковок, спортивных и детских площадок. Работы по благоустройству парка завершатся к 1 сентября. Роман Синеговский поставил задачу подрядчику четко соблюдать график строительства, обеспечивая при этом высокое качество работ. Участником нацпроекта «Живье и городская среда» и государственной программой формирования комфортной городской среды стало и Кировское сельское поселение. Там новый парк строится в хуторе Голицын. На площади в полтора гектара разместятся детская игровая и спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол, площадка для воркаута и скейт-парк. Дорожки выполнят из плитки в центральной части парка и по периметру. Поставят удобные скамьи для отдыха, сделают красивое освещение. В ходе осмотра объекта глава района высказал ряд замечаний в адрес подрядчика. Прежде всего, это сроки работ. Роман Синеговский потребовал четкого исполнения графика и поручил специалистам Управления строительства обеспечить ежедневный контроль выполненных объемов.